Приветствую вас. Вопрос достаточно короткий, но серьезный. Я нахожусь в объективных отношениях где-то примерно 3 года, но у меня постоянно оказывается психологическое насилие, происходят эмоциональные качели, и уйти не могу, так как боюсь давления и расправы. Устал от унижения и оскорблений в свой адрес, которые меня доводят до мысли о смерти, что больше так не могу. Подскажите, как быть и как справиться с этим. Ситуация, конечно, не простая. Во-первых, вам нужно принять одну мысль. Мысль о том, что тот факт, что вас, условно говоря, доводят до мыслей о смерти, и тот факт, что вы находитесь в объективных отношениях, связанных между собой, у этого есть связь. Какая у этого связь? Это связь вашего восприятия самого себя. Вот то, что вы думаете о смерти в результате того, что вас доводят оскорблением, это ваше восприятие о себе. То есть, иными словами, это ваша готовность к тому, чтобы думать о смерти. Это ваша готовность к тому, чтобы обесценивать себя, по большому счету. Это ваша готовность убежать, сбежать. Почему это реально для вас? А потому что вы, скорее всего, всегда имели склонность к этому. Скорее всего. Скорее всего, вы всегда думали о себе вот так вот, ну вот в таком довольно, ну, получается, негативном ключе. Ведь в объективные отношения попадают не просто так, не случайно. В объективные отношения попадают люди, которые достаточно потерянные себя чувствуют, достаточно неуверенные себя чувствуют. В объективные отношения попадают люди, которые ищут защиты. В объективные отношения попадают люди, которые ищут опору. Причем опору люди ищут вовне, а не в самих себе, к сожалению. И ваш страх перед расправой также не случайно. Этим страхом вы, как мне кажется, оправдываете свой страх, другой страх. Страх одиночества, страх ассоциальной, и, конечно, бояться легче, бояться проще, чего уж там. Но вот от вашей, как мне кажется, честности, от того, насколько вы честны с собой, зависит ваша жизнь. Потому что саботирование действует по выходу из объективных отношений. Мы, психологи, видели очень много. Очень много. И очень много людей не уходили из объективных отношений. Поэтому в первую очередь нужно внутренне вам решить, что возможная расправа, которой, скорее всего, не будет. Для вас менее важно, менее важна, чем жить так, как вы живете. Свобода ваша. Свобода ваша. Вам важна. А она сейчас, сейчас она вам не важна. Ваша свобода. Она сейчас вам не интересна. Ведь не просто так вы выбираете. Этого человека три года выбираете. Раньше выбирают. Не просто так. Вот, вот, совсем. Не просто так. Конечно, вы можете с этим не согласиться. Вы можете сказать, нет. Все не так. Но, по большому счету, низкая цена оценка. Страх одиночества. Идеализация партнера. Последующие его напротив. Деидеализации. Является тем, что оставляет вас в этих отношениях. Снова. И снова. И снова. Ну, собственно говоря, и будет вероятнее всего оставлять до тех пор, пока вы не решите как-то вот свою жизнь изменить. Вот такая история. А менять свою жизнь, как правило, страшно. Столкнуться с тем, чего вы боитесь, а боитесь вы одиночества. Тоже непросто. Какие бы вы сейчас не находили бы объяснения тому, почему вы находитесь в этих отношениях. Это все лишь способ сохранить свой статус. Кво. Не более того. Либо вы это сейчас примете. Вот прямо сейчас. Либо Какая саняция в этих отношениях. Мать я. Какая штука. Вот как-то так. Рекомендуется при наличии таких отношений. Полная аспирация. Поиск защиты любыми способами. Рекомендуется вот это. То есть полный разрез отношений. Взаимодействия. Человек. Прямо здесь. Прямо сейчас. Если люди не обращаться в суд. Для того, чтобы вам выписали защиту. А вашему партнеру запрет на приближение к вам. Это. Определенная работа. Определенная работа над собой. Над своей жизнью. Понимаете? Да? Какая штука. И как вы наверное. Понимаете? Что это не просто. И не быстро. Вот. Так. То есть. И ищите возможность. Для начала. Поговорить. Со специалистом. С психологом. Выяснить все аспекты. Ваших отношений. И. Начинаете менять свою. Жизнь. Но. Подопредяю сразу. Что будет у вас много сопротивлений. И много объяснений. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. И удачи. Посыщение цифрового средства. У нас было многое,これで сколько б jij Sasha. Продолжение следует...